Продолжение следует... Про белковый обмен, углеводный, липидный или жировой. Сегодня говорим сначала про минеральные вещества, потом про витамины. Вы, наверное, знаете, что нам их обязательно нужно есть. И, наверное, даже кто-то из вас, может, принимал когда-то витамины и минералы в таблетках. Вот сейчас поговорим, какие минералы и какие витамины нам с вами могут быть нужны. Сначала поговорим про соли, минеральных веществ. Какие элементы из этих солей нам нужны и для чего. Ну, во-первых, классические самые соли. Хлорид натрия и хлорид калия. И натрий, и калий нам очень нужны. Они образуют катионы, то есть положительно заряженные атомы, у которых не хватает электрона. И за счет этого их можно перераскидывать через мембрану, чтобы возник градиент зарядов, разность потенциалов. Когда возникает разность потенциалов, возникает электрический ток. То есть можно проводить электричество по нервным клеткам, даже по мышечным клеткам. Возбуждаться могут клетки за счет перераспределения йодов натрия и калия. Кроме того, раз они входят в состав солей, значит поддерживают баланс солей и воды в организме. И таким образом, осматическое давление, давление воды и кислотность среды. Соли компенсируют количество кислот, соединяются с кислотными остатками. Кальций – очень известный микроэлемент. Все знают, что его надо обязательно есть. Он у нас имеется в составе зубов и костей. Конечно, он входит много куда. И важная еще вещь, что он может быть растворен в плазме крови или в межклеточной жидкости. Но в первую очередь, мы, конечно, знаем о том, что он минерализует наши твердые ткани. Кальций вообще минерализует все твердые ткани. Раковины моллюсков тоже, например, из солей кальция состоят. Но у моллюсков – это карбонаты кальция, то есть соли угольной кислоты. А у нас с вами – это гидроксиапатиты кальция или фосфаты. Апатиты – это соли фосфорной кислоты. Соответственно, нам с вами карбонат кальция не нужен. Мы не моллюски, мы не раки. У нас нет раковины панцирей из извести, по сути дела. Когда такие организмы отмирают, образуются известняки. Из наших костей только вот разве что апатиты могут образоваться. Соли, фосфорные кислоты тоже, в принципе, горная порода вполне себе добываемая. Соответственно, кальций входит в состав гидроксиапатитов, вот этих солей фосфорной кислоты и кальция, которые делают наши кости и зубы твердыми. А также в виде иона он находится растворенный в крови, в цитоплазме клеток и необходим для свертывания крови. Помните, мы говорили, нужен кальций обязательно. Для мышечных сокращений он должен входить в клетку, чтобы актин мог связаться с миозином. Не будет кальция, актин с миозином не свяжется. Для синаптической передачи между нервными клетками. То есть в растворенном виде ионы кальция нам тоже очень нужны. Поэтому если в нашей еде не хватает кальция, то у нас не только зубы будут портиться, будут. Не только кости будут ломаться, но и, возможно, нарушение работы мышц. Мышцы будут слабыми или, наоборот, будут наблюдаться судороги. Может понизиться свертываемость не из-за каких-то белковых факторов, не из-за того, что у нас генетическая болезнь какая-нибудь. А может понизиться свертываемость у человека без генетической болезни из-за того, что кальция не хватает. В общем, кальций очень нужный и важный нам микроэлемент. Его обязательно надо есть. Фосфор в виде фосфатов входит в кучу разных соединений. И больше ни в каком виде. Фосфор в живых организмах всегда живет в виде остатков фосфорной кислоты, ПО-4. В составе костей и зубов вместе с кальцием. А также он, соответственно, фосфат, это важнейший остаток для энергетического обмена. АТФ обязательно добавляет или отдает фосфат. ДНК и РНК состоят из сахаров, соединенных фосфатами. В состав клеточных мембран фосфат входит, потому что фосфолипиды. Наши мембраны состоят из фосфолипидов, две жирные кислоты, глицерин и фосфат, остаток фосфорной кислоты. Соответственно, очень важный элемент, которого в организме на самом деле достаточно много. Другое дело, что поскольку его много в любом организме, когда мы едим другие организмы, мы вполне получаем фосфор в виде этих самых фосфатов. Поэтому специально грызть какие-то минеральные породы нам совершенно нет необходимости. Вообще большинство минеральных веществ мы в норме должны получать из пищи, съев растения или животных. Но иногда у нас пища имеет дефицит каких-то микроэлементов, потому что она выращивалась каким-нибудь способом, особенно быстрым, но не очень обогащающимся микроэлементами. И тогда нам нужен дополнительный прием минералов. С кальцием и фосфором история такая. Они хорошо усваиваются, когда у нас много витамина D, мы к этому сегодня вернемся. Соответственно, если у нас мало витамина D, то кальций и фосфор усваиваются плохо, и нам их надо дополнительно употреблять. Хлор. Прежде всего, он входит в состав либо соли, натрий хлор, либо соляной кислоты, H-хлор. Соответственно, в составе соляной кислоты он отчаствует в образовании желудочного сока. Кислая среда в нашем желудке, в которой хорошо действуют ферменты желудка, обеспечивается соляной кислотой, довольно концентрированной. Кроме того, хлор – отрицательно заряженный ион, когда у нас диссоциирует, например, тот же натрий и хлор, натрий будет катионом, плюс, а хлор будет анионом, иметь отрицательный заряд. Соответственно, он тоже будет участвовать в том, чтобы у нас была разность потенциалов, разность зарядов. Где-то положительный заряд, где-то отрицательный. Наряду с другими ионами он будет обеспечивать возбуждение и торможение в нервных клетках, перераспределение зарядов. Железо. Железо у нас, соответственно, входит в состав гемоглобина. Это самое главное, что мы про железо помним и знаем. Кроме гемоглобина, напоминаю вам, у нас есть миоглобин. Такой же похожий белок, но только не в крови, не в эритроцитах, а в мышечных клетках. Для того, чтобы переносить кислород от сосуда, от капилляра, сквозь толщу мышечного волокна. А многие мышечные клетки, набитые актином и миозином, довольно толстые. И при этом потребляют много кислорода, потому что актин и миозин тратят много АТФ. И тогда, соответственно, наши мышцы будут красными на вид. Вот красное мясо, оно богато миоглобином. Кроме того, железо входит в состав цитохромов. Это такие белки, которые находятся в мембранах митохондрий и принимают участие в процессе окислительного фосфорилирования. То есть помогают нам при помощи кислорода сделать много-много АТФ за счет окисления глюкозы или другой еды. Метахондрии при помощи кислорода окисляют нашу еду и за счет этого процесса, который идет с выделением энергии, синтезируют молекулу АТФ. Вот это вот не палочка, это буква И латинская. И она здесь у нас означает, что это йод. Йод входит в состав гормонов щитовидной железы. Соответственно, если у нас йода будет в пище дефицит, то наша щитовидная железа не будет синтезировать достаточно гормонов и нарушится метаболизм обмен веществ в нашем организме. Менее активно будет окисляться еда, менее активно синтезироваться АТФ, мы будем, грубо говоря, слабеть. Сера. Сера входит в состав двух аминокислот. Истегина и цистеина. Соответственно, в составе этих аминокислот она входит в состав белков. Кроме того, сера входит в состав некоторых витаминов. Очень, не так уж много этой серы в белках, но цистеины очень важны аминокислотам, потому что эти цистеиновые остатки аминокислот соединяются друг с другом и придают форму белку. Соответственно, если серы не будет в белках, то наши белки не смогут иметь нужную форму и не смогут работать. Кобальт входит в состав витамина В12. Соответственно, он нам необходим. Цинк входит в состав комплекса, образованного инсулином. Многие другие минералы тоже нам необходимы. Ну, все запомнить невозможно, поэтому давайте ограничимся самыми известными, самыми нужными, самыми популярными. Теперь поговорим про витамины. Витамины – это уже органические вещества и более сложные, то есть совсем не такие простые, как хлорид натрия, но гораздо более простые, чем белки или нуклеиновые кислоты. Как витамины открыли? Как всегда, многие вещи открываются, становятся известны, когда мы сталкиваемся с их нехваткой. Участники многих полярных экспедиций конца 19-го и начала 20-х веков страдали от воспаления десен, цинги. У них очень воспалялись десны. Сейчас я даже картинку вам найду, потом мы вернемся. Вот, страшная, жуткая картинка. Когда из-за воспаления десен зубные лунки деформируются и зубы могут даже начать выпадать. С десен начинает идти кровь, зубы шатаются, все очень неприятно. Может также возникать кровоподтеки на коже, возникать слабость, то есть возникает очень неприятное состояние. Вот участники этих экспедиций, и полярных, и сибирских, и разных других, сталкиваясь с этим, обнаружили, что если есть чеснок, то эти симптомы проходят. Некоторые путешественники в Сибири обнаружили, что путешествуя по тайге, если жевать хвою или употреблять хвойные отвары, то тоже эти симптомы проходят. Соответственно, естественно, предположили, что что-то там в чесноке или в этой хвое, какое-то вещество содержится, при нехватке которого развивается вот эта неприятная болезнь, цинга. Позже обнаружили, что это дефицит витамина С, аскорбиновой кислоты. Потом другое интересное наблюдение возникло. На острове Ява, тропическом таком острове, группа врачей изучала распространенное среди местного населения заболевание, которое на местном языке называлось Бери-Бери, а связано оно с нарушениями в центральной нервной системе. Сейчас я буду сразу немножко забегать вперед, просто для того, чтобы проиллюстрировать, раз уж я рассказываю сразу про эту болячку. Потом вернемся к витаминам конкретным поименно. Соответственно, при этом заболевании были расстройства движения, параличи даже, и в конце концов некоторые люди даже умирали. И тут один местный доктор сделал очень интересное наблюдение. Он обратил внимание, что, во-первых, богатые болеют чаще, чем бедные. Это очень странная вещь. Обычно от нехватки каких-то веществ в еде страдают бедняки, потому что у них еда более простая, более примитивная, менее разнообразная. А тут богачи заболевали чаще, чем бедные люди. И вот тут Эйкман, вот этот доктор, обратил внимание на то, что куры, которые питались, выбрасывали недоеденный, отшлифованный рис, белый рис так называемый, тоже начинали болеть такой же болезнью. У них тоже начинались расстройства движения, паралич. А стоило добавить в корм рисовые отруби или дать им нечищенный рис, нешлифованный, они немедленно поправлялись. Сегодня мы знаем, что в рисовой оболочке находится витамин В1. И теперь мы знаем, что болезнь Бери-Бери была именно вызвана дефицитом витамина В1. То есть такие знания, такие наблюдения потихоньку накапливались в разных книгах и журналах, об этом писали. И вот в 1880 году Николай Лунин в диссертации о значении неорганических солей для питания животных отметил, Диссертация была в основном про неорганические соли. Отметил, что в пище кроме белков, жиров, углеводов и минеральных веществ, про которые он писал, должны содержаться еще какие-то вещества, без которых начинаются разные проблемы. В 1912 году польский ученый Казимир Фунг обнаружил несколько таких веществ, в которых были азотсодержащие группы, которые называются аминогруппы. Их всего было не так много, но обнаружив эти вещества, он их предложил назвать витаминами. Витаминами. Вита – это жизнь, амины – это химические вещества, содержащие группу NH2. Соответственно, витамины – это такие жизненные амины. А болезни от их нехватки Фунг предложил называть авитаминозы. А – это частица отрицания. А-витаминоз – нету витаминов. Термин прижился. Он книжку написал, в которой употребил этот термин, и все стали его использовать и называть нужные маленькие органические молекулы, без которых никак нельзя, витаминами. Хотя потом обнаружилось, что многие такие витамины, та же самая аскорбинка, не содержат аминогруппы. То есть неправильно называть их аминами. Но слово уже прижилось. Оказалось, что многие витамины вообще не похожи друг на друга. Они имеют разные химические структуры. То есть считать их каким-то классом химических веществ, подобных друг другу, нельзя. И теперь, соответственно, мы витаминами называем все не очень крупные органические молекулы, без которых нормально не может функционировать человеческий организм. То есть если их будет дефицит, то возникнут какие-нибудь расстройства. Позже, изучая каждое из таких веществ, то есть сначала витамины были просто открыты, разные вещества в разное время, и известно, что без них портится. То есть были известны симптомы, как вот с витамином С, например. Дефицит витамина С, соответственно, будет у нас слабость, воспаление десен, кровоточивость и всякое такое. Уже позже, в 20 веке, даже во второй половине 20 века, ученые стали выделены эти молекулы, обнаружив их химическую формулу, стали искать, что же они делают в живых клетках. И обнаружили, что в живых клетках все эти самые разные вещества входят в застав ферментов. Соответственно, помощниками ферментов являются вот эти вещества. Ферменты у нас всегда белок, но некоторые белковые ферменты могут ускорять, катализировать свои реакции без всяких молекул-помощников. А бывают ферменты, которые пока к ним не присоединится, такое небольшое вещество, ничего делать не могут. То есть есть апофермент, неполный фермент, и холофермент, фермент вот с этим помощником, с витамином. И вместе они уже могут работать и какую-нибудь реакцию катализировать. Соединяясь с белками, витамины образуют ферменты. А ферменты необходимы для нормального обмена веществ. Поскольку ферменты катализируют реакции. Нет фермента, который катализирует эту реакцию, реакция не идет. Не идет реакция, нет продуктов. Например, мы не можем что-то расщепить. Или наоборот, синтезировать. Соответственно, в зависимости от того, какие реакции катализируют эти ферменты, у нас возникают разные симптомы. То есть нарушаются разные процессы в организме. Общее количество витаминов незначительно. То есть концентрация этих молекул очень невелика. Их много не нужно. Мы их не расщепляем особо, не перевариваем. Мы их присоединяем к ферментам. Но большинство из витаминов, фактически почти все, кроме витамина D, не синтезируются в нашем организме. Витамин D синтезируется только при облучении ультрафиолета. Большинство остальных надо съесть с пищей. Отсутствие какого-либо витамина в пище приводит к авитаминозу. В тех регионах, где витамина D синтезируется в коже мало, где мало солнышка, обязательно надо есть витамин D. И тогда он оказывается настоящим витамином. А витамины по определению – это разнообразные некрупные химические молекулы, которые необходимо употреблять с пищей в небольших количествах. может такое быть, что, наоборот, витамина слишком много. Некоторые витамины безопасны, много их не бывает. А некоторые могут приводить к гипервитаминозам, когда избыток такого вещества вызывает тоже какое-то нарушение в организме. Витамины могут содержаться в растениях и в животных, в растительной и животной пище. Соответственно, давайте посмотрим на самые главные, основные витамины и посмотрим, где они содержатся. Витамины так уж исторически сложилось, люди так договорились с тех пор, как их открыли, что их принято обозначать буквами латинского алфавита и делить на жирорастворимые и водорастворимые. Жирорастворимые, соответственно, будут по своей природе липидами. И у нас таких витаминов четыре. Это витамин А, витамин Д, витамин Е и витамин Х. Остальные витамины, полярные молекулы, растворяются в воде, и их гораздо-гораздо больше. В настоящее время известно около 50 витаминов. Интересно, что мы назвали витаминами те вещества, которые необходимы человеку. Но сейчас мы обнаруживаем новые витамины, которые считаются витаминами для других существ. Вещество, являющееся витамином, то есть необходимым для получения извне веществом для одного организма, для других видов витамином не является. Например, наш витамин С, аскорбиновая кислота, которую нам обязательно надо съесть. Всем приматам, нашим родственникам, нужно ее съесть. А большинство других млекопитающих сами синтезируют это вещество. То есть вашему котику аскорбинка не нужна. Вашему песику аскорбинка не нужна. Они прекрасно синтезируют это вещество сами и не страдают от его авитаминоза. А вот наши предки-приматы утратили реакцию, утратили фермент, который катализирует синтез аскорбинки. И мы теперь больше аскорбинку не синтезируем. Давайте теперь пройдемся попунктно. Какие у нас имеются витамины и откуда нам их добыть? Витамин С или аскорбиновая кислота. Он содержится в основном в растениях, хотя, конечно, какое-то его количество может быть и в животных клетках. Больше всего содержится в плодах шиповника, в черной смородине, в капусте, в помидорах, в морковке, в картошке сырой и других овощах и фруктах. В этом месте, может быть, вы удивитесь, потому что многие из нас привыкли к тому, что, когда нам не хватает витамина С, надо обязательно чаю с лимоном попить или мандаринов поесть с апельсинами. Это исторически возникшая ошибка. В апельсинах и мандаринах есть витамин С, не очень много и в лимонах. А основная кислота в них не аскорбиновая, а лимонная. Это другое вещество, которое, к сожалению, витамином не является. Соответственно, самое эффективное, когда мы заболели, организм наш ослабел, и нам нужна дополнительная доза витамина С, это вовсе даже не чай с лимоном. Чай с лимоном, конечно, приятненький, кисленький, если температура, болезнь помогает пропотеть. Но дефициты витамина С он не покроет. А вот черная смородина, шиповник, обычная капуста, даже помидорки или сырая картошка – прекрасный источник. Ну, хвою жевать вряд ли кто-нибудь из нас с вами захочет. При длительном отсутствии в пище витамина С развивается вот эта ужасная болезнь – цинга с воспалениями, с разрушением сосудов, воспалением десен, слабостью, опуханием суставов. При небольшом понижении, небольшом авитаминозе по витамину С просто возникает слабость, снижается активность. В норме у нас достаточное количество витамина С поступает с обычной пищей, если, конечно, вы не питаетесь одними макаронами. При тяжелой работе или при заболеваниях потребность витамина С возникает повышенная, возрастает. Соответственно, витамин С у нас в целом стимулирует сопротивляемость к заболеваниям, активность иммунитета, процессы развития организма, гормональную регуляцию. Соответственно, действительно, заболевшему человеку или растущему человеку витамин С необходим, но не в очень больших дозах. Витамин С сейчас выделен в чистом виде, его легко сделать химическим путем, это простое вещество, не надо извлекать его из смородины, можно его синтезировать. Соответственно, большинство всяческих там таблеток и порошочков с витамином С синтетические, недобытые из какой-то там смородины, а самые, что ни на есть, натуральные. Витамин А. Жирорастворимый витамин, витамин С водорастворимый, его можно выпить с водой. Витамин А был извлечен из оранжевого пигмента морковки. Соответственно, дальнейшие исследования показали, что на самом деле каротина вот этого оранжевого пигмента много в самых разных плодах и листьях. В цитоплазме животных клеток каротин превращается в жирорастворимый витамин А, ретинол. Ретинол похож на каротин, то есть это вещества, похожие друг на друга, одно может превратиться в другое в небольшом изменении. Витамин А синтезируется в животных клетках. Соответственно, морковку кушать, конечно, полезно, но сам витамин А в морковке не так уж и содержится. Соответственно, значительное количество витамина А готового содержится в животных продуктах. Причем есть его лучше в продуктах, богатых жирами, потому что он жирорастворимый, он сам по себе жир. В сливочном масле, в яйцах, в сметане, в рыбьем жире его довольно много, в печенке, где много жиров самых разных. Соответственно, все эти продукты богаты витамином А. При отсутствии витамина А в пище поражается роговица глаза, которая много содержит рогового вещества, кожа, дыхательные пути, замедляется рост, развитие, и развивается интересный феномен, который называется куриная слепота. Поскольку ретинол участвует в реакциях, связанных со зрением, с сетчаткой, и необходим в первую очередь для палочек, а не для колбочек, мы будем с вами обсуждать позже, что такое палочки и колбочки. Это клетки, светочувствительные, вот палочки, они воспринимают черно-белый, просто есть свет или нет света, любой волны свет, за черно-белое зрение, соответственно, отвечают, и при этом они очень чувствительные. Совсем небольшое количество света, любого прилетевшего в глаз, воспринимается палочками. Колбочки воспринимают большее количество света, и только определенной длины волны, то есть цвет. Соответственно, цветное зрение в сумерках не развито, потому что когда у нас света мало, колбочки не возбуждаются, мы не различаем цвета. Соответственно, в сумерках, так называемое сумеречное зрение, оно такое более блеклое, чтобы не сказать черно-белое, потому что мы видим все за счет палочек. Когда палочки страдают, при нехватке ретинола и перестают подавать сигналы нашему мозгу, в сумерках мы перестаем видеть совсем. Это заболевание называется куриная слепота, поскольку кур тоже не очень хорошо видят в темноте. Соответственно, человек перестает видеть при недостаточном количестве света. Школбочки не возбуждаются, света мало, а палочки не возбуждаются, ретинола не хватает. Ретина – это, кстати, латинское слово для сетчатки глаза. Если совсем огромный дефицит витамина, а прямо нету его, особенно в детстве у детей нарушение питания, развивается очень неприятное заболевание, ксерофтальмия, вот роговица страдает, мутнеет, и тогда это может привести к полной слепоте, полное отсутствие этого витамина может привести к потере зрения. При недостатке этого витамина острота зрения при сумеречном освещении снижается, при ярком освещении не снижается. Рост организма в целом тормозится, поэтому витамин А – очень нужный витамин, его нужно употреблять, но его можно передозировать, поэтому есть там таблетки с витамином А, а это обычно такие шарики с маслом, с жиром, горстями, тоже не рекомендуется. Каждый раз, потребляя витамины, надо следовать указаниям врача. Содержится витамин А, как я уже сказала, в животных жирных продуктах. Теперь витамины группы В. Это именно вид амины. Они все содержат амины, витамины группу содержат азот. Все они водорастворимые, не жиры. В1, В2, В6, В12, В11 были открыты в разное время и за это получили свои номера. Витамины группы В в значительных количествах содержатся в дрожжах, в дрожжевом хлебе, в оболочках семян ржи, риса, бобовых, из животных продуктов, в почках печени, в яичном желтке. Соответственно, разные витамины группы В, как это неудивительно, отвечают за разные функции. Все они довольно важны для нервного проведения, для работы нервной системы. Соответственно, первым из этой группы был обнаружен витамин В1, тиамин, как раз вот за счет болезни Бери-Бери на острове Ява. При отсутствии этого витамина вот развивается этот полиневрит, воспаление нервной системы с параличами и даже смерти, который быстро компенсируется и проходит, если успеть начать давать человеку витамин В1. Витамин В1 в организме не хранится, соответственно, его поступление с пищей должно быть очень регулярным и равномерным. Многие другие витамины группы В тоже помогают нервной системе, но вот витамин В12 регулирует не только рост нервной ткани, он тоже нервной системе помогает, но и кроветворение, а именно, как вы, наверное, помните, мы об этом говорили, эритропоэс, то есть эритроциты при отсутствии витамина В12 не созревают, у нас не формируются нормальные эритроциты, не переносятся кислород. Можем железо объесться, а гемоглобин все равно не повышается, эритроцитов больше не становится. Поэтому витамин В12 очень важный витамин для профилактики анемии, малокровия. Ну, наконец, витамин Д. Мой фаворит по той простой причине, что именно его в регионе, где я живу, мало. Если вы живете в каком-то солнечном месте, то у вас, скорее всего, этого дефицита нет. Жители там каких-нибудь Средиземноморья, каких-то солнечных стран, даже не обязательно тропических, главное, чтобы там было много солнечных дней. Обычно не принимают витамин Д в таблеточках и вообще горя не знают. Но в тех странах, где солнца мало, в силу того, что длинная темная зима или высокая облачность или что-нибудь еще, либо, если вы будете даже в солнечной стране сидеть все время дома за стеклом, ультрафиолет через стекло не проходит, испытывают дефицит витамина Д и должны, соответственно, употребить его достаточное количество с пищей. Витамин Д или кальциферол тоже жирорастворимый витамин. Мы его синтезируем только под влиянием ультрафиолета, а, например, многие виды рыб синтезируют его и без влияния ультрафиолета. Соответственно, много его содержится в рыбьем жире и раньше, в моем детстве, например, было принято давать детям именно рыбий жир. Это помогало от рахита, потом выяснилось, что за счет содержащегося в нем витамина Д. Витамин Д отвечает в обмен кальция и фосфора, соответственно, при его нехватке кальций и фосфор плохо усваиваются. у детей отсутствие витамина Д вызывает заболевание, которое называется рахит. Это означает, что кости и зубы тоже недостаточно минерализуются, в них плохо откладываются кальций и фосфор, фосфат кальция. Соответственно, такие кости оказываются, как бы сказать, эластичными, мягкими, если недостаток минералов будет в костях, они будут недостаточно твердыми, гибкими. Соответственно, во время роста у таких эластичных детей возникает искривление костей, то есть вес тела давит на эти бедные несчастные кости. У меня тут нет, слава богу, страшной картинки, я хотела посмотреть, есть ли она у меня, но у меня тут ее не приведено. Сейчас уже обычно мы живем в мире, если можно так сказать, цивилизованном, где еда разнообразная, там все куда-нибудь на солнышко выбираются, может быть, витамин D в таблеточках принимают. Короче говоря, детей больных рахитом в цивилизованных странах уже практически нет. То есть увидеть таких вот детей, у которых прям действительно ножки колесом, грудная клетка вся выпученная практически нереально. Вот в некоторых бедствующих странах и голодающих регионах, где просто очень мало пищи, в том числе и содержащие витамин D, рахит может наблюдаться. На ребрах появляются такие утолщения, грудная клетка деформируется, позвоночник искривляется, а ноги просто гнутся, становятся кривыми таким колесом, если можно так выразиться. Лучший продукт для предупреждения лечения рахита это рыбий жир, а также пребывание на солнце или искусственное ультрафиолетовое облучение. Помним, в целом мы говорили про кожу, ультрафиолет плохое излучение, жесткое, с короткой длиной волны, он может повреждать наши молекулы, в том числе ДНК и вызывать рак кожи. Ультрафиолет это мутаген. С одной стороны облучаться ультрафиолетом опасно, с другой стороны ультрафиолет вызывает синтез витамина Д, соответственно облучаться ультрафиолетом полезно. Эти две опасности и полезности ультрафиолета между собой напрямую не связаны. Поэтому оптимальный выбор, который советуют врачи, это все-таки загорать на солнышке или даже под искусственным ультрафиолетом, но не долго и не во время особой агрессивности солнца, никогда оно стоит в зените. То есть загорать либо утром, либо вечером. Загорать для этого лежать часами в голом виде под солнцем не требуется для того, чтобы синтезировать достаточно витамина Д, просто гулять по улице под открытым солнцем, желательно не очень сильным. Соответственно, в тех странах, где солнца очень много, и оно повсюду отражается, люди не страдают от рахиты, при этом все время носят шляпы, какие-то накидки, и все равно сколько-то ультрафиолета проходит даже сквозь ткани или отражается откуда-то. А вот в странах типа того места, где живу я, чтобы получить нормальное количество ультрафиолета, надо, конечно, выйти прямо на солнышко и немножечко там погулять. Многие животные продукты, богатые жирами, тоже содержат какое-то количество витамина Д. Какие у нас тут продукты могут нам помочь? Молочные продукты содержат витамин Д, икра и рыбий жир. В принципе, какое-то количество яиц тоже содержат витамин Д, но не то, чтобы в очень-очень больших количествах. Витамин Д передозировать можно, но сложно. То есть, это какие-то безумные дозы. Едой это невозможно. Человек не в силах съесть столько еды, чтобы получить передозировку витамина Д. Таблетками это надо реально взять банку витамина Д и съесть всю банку, чтобы передозироваться. Вот витамины А и В передозировать легче. Уже там съел две-три таблетки вместо одной и уже стало нехорошо, появились симптомы гипервитаминоза. Про некоторые другие витамины. Тут каратенечка, у меня приведена табличка. Про витамин А мы уже сказали, что он влияет на зрение, рост, развитие, участвует в образовательном зрительном пигменте палочек, родопсина. При А-витаминозе возникают проблемы с эпителиями и нарушение сумеречного зрения. Содержится в животных, жирах, мясо, печень. Каратин есть в морковке, абрикосах и прочих подобных оранжевых овощах и фруктах, но сам каратин это еще не витамин А. Из каратина витамин А может синтезироваться в нашем организме. Кальциферол, витамин Д регулирует обмен кальция и фосфора в желтке, в печени, в рыбьем жире. Ультрафиолет помогает его синтезировать. Витамин Е мы про него не говорили, тоже жирорастворимый витамин. Обладает противоокислительным действием на внутриклеточные липиды, то есть нужен для липидов наших клеток, особенно для кожи полезен. При недостатке возникает дистрофия скелетных мышц, ослабление репродуктивных функций, нарушение трещинки на коже, витамина А не хватает или витамина Е не хватает. Витамин Е в основном встречается в растительных продуктах, не в животных, хоть он и жирорастворимый. Это растительное масло, салат листовой и некоторые другие растения. Теперь интересный момент про витамин К. Витамин К важный витамин, участвует в синтезе протрамбина, то есть способствует свертываемости крови. Помните, мы говорили, без кальция витамина К кровь нормально свертываться не будет. В основном встречается во всяких растениях, типа салата, капусты, моркови, помидорок. Но еще важная вещь, он синтезируется бактериями в нашем кишечнике. Соответственно, если бактерии в нашем кишечнике чувствуют себя хорошо, живут, поживают, это те бактерии, которые нам нужны, то витамин К, скорее всего, не будет в дефиците. А вот если мы приняли курс антибиотиков и убили всех микробов, какие у нас только жили, и плохих, и хороших, и у нас есть дисбактериоз кишечника, то есть те бактерии, которые производят витамин К, в кишечнике не живут в нужных количествах. Вот тут мы можем испытать дефицит витамина К. Так что дисбактериозы во многих смыслах плохая вещь. Витамин В1 уже сказали участвует в обмене белков, жиров и углеводов, соответственно, влияет на функционирование нервной системы, желудка, сердца, поражается нервная система при его дефицитах, крупы, хлеб, молочные продукты, яйца. Витамин В3 или никотиновая кислота участвует в клеточном дыхании, то есть в том, как работают митохондрии, в работе желудочно-кишечного тракта. При его недостатке развиваются поражения кожи, воспаления кожи, сыпь, тоже неприятная болезнь, которая называется пеллагра. Вот его больше всего как раз в дрожжах, в отрубях, пшенице, рисе, арахисе, разных злаках. Витамин В12 цианокабаламин или без цианы просто кабаламин тоже усваивается. Участвует в кровотворении и формировании красных клеток крови. Всасывается, соединившись только с специальными белками желудочного тракта. Так что, в принципе, нарушение пищеварения тоже может привести к нарушению получения витамина В12. При недостатке у нас формируется малокровие или анемия. В печени, в мясе, в рыбе, в яйцах тоже вырабатывается микрофлора и кишечника. Так что, хорошая микрофлора может нам помочь от анемии, а убитая не помочь. Аскорбиновая кислота участвует в разных окислительно-восстановительных реакциях, соответственно, нужна нам для активности. Активизирует расщепление белков. Правда, из-за этого сосуды могут терять эластичность, лопаться, если у нас дефицит витамина С. Увеличивает устойчивость к инфекциям. Говорили уже, в чем она содержится. Важная вещь, весьма важная витамины, извините, загнула не в ту сторону, витамины, будучи разными веществами по своей химической природе, не только должны поступать в организм постоянно в определенных количествах, они в пищевых продуктах содержатся только в обычной жизни при комнатной температуре. То есть, когда пищевые продукты долго хранятся, в них может разрушиться витамины. Соответственно, свеженькие пищевые продукты, фрукты, например, с дерева, они обычно богаты витаминами. А если они лежали полгода, очень может быть, что вкусными они быть не перестали, а полезными почти перестали. Витамин А, например, теряется при длительном хранении или сушке. Витамин С разрушается при действии высокой температуры. Соответственно, наша волшебная история про выпьем чаю горячего с лимоном вообще не работает в смысле витамина С. Горячее его разрушает, а в лимоне его мало. Ну, не мало, но и немного. Соответственно, вареные овощи теряют до 20% витаминов группы В, до 50% витамина С. Вареное мясо теряет до 60% витаминов группы В. Соответственно, конечно, сырое мясо есть не всегда легко и удобно, хотя копченое в этом смысле полезно. А вот сырые овощи точно есть следует. Если мы хотим получить побольше витаминов, то овощи и фрукты лучше есть свежими и сырыми. Или, например, очищать и нарезать только перед самой варкой и недолго варить. То есть, если вы просто супчик оставили на плите, какая разница? Сварились овощи и сварились? Полчаса они варились или час? Они все равно мягкие. Есть разница. Овощи нужно варить только до состояния, вот, наконец, их можно есть. Как только они размягчились, немедленно выключайте огонь и ешьте суп свежим. Конечно, сырые, твердые овощи, может быть, есть не очень приятно и хранятся они хуже, но переваривать супы с мясом, с овощами категорически не рекомендуется. О витаминах пищи надо заботиться. То есть, для того, чтобы их из пищи получить, недостаточно просто взять продукт. Надо его правильно употребить, правильно хранить, правильно приготовить, чтобы витамины сохранились. В этом смысле люди, которые едят всю пищу сырой, неприготовленной, некоторую логику имеют. Другое дело, что многие, наоборот, вещества, например, белки, становятся более доступными при варке и менее доступными в сырых продуктах, а в овощах их вообще сравнительно мало. При отсутствии термической обработки многие опасные агенты и вещества сохраняются, поэтому люди, которые питаются только сырым мясом и овощами, сильно рискуют по другим вопросам. Но вот в плане витаминов они как раз не страдают, а люди, которые, наоборот, все разваривают, страдают. Если питаться одними вареными макаронами, а витаминоз гарантирован. В макаронах и витаминах крайне мало, да еще мы как следует сварили. На этом я с вами на сегодня прощаюсь. В следующий раз мы будем говорить уже про строение и функционирование самой пищеварительной системы, как она устроена, как она усваивает питательные вещества, включая минеральные вещества и витамины. Хороших вам выходных. В следующий раз я надеюсь, мы встретимся с вами уже вживую. Я вернусь, и вы сможете задать какие-нибудь вопросы. А сегодня до свидания. всем хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok